Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума Правительственной Комиссии по региональному развитию в России в режиме ВКС под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. В мероприятии также приняли участие председатель правительства Мурат Аргунов, вице-премьер правительства Мурат Сьюнчев, министр строительства и ЖКХ Ринат Семенов. Участники заседания рассмотрели вопрос о ходе реализации инфраструктурных проектов, реализуемых за счет бюджетных кредитов. Марат Хуснулин обозначил вопросы, которые необходимо решить до конца года в отрасли строительства ЖКХ и дорожного хозяйства. Он акцентировал внимание на поручениях президента России не сбавлять темпы по жилищному строительству, динамично банернизировать коммунальное хозяйство, улучшать дорожную инфраструктуру. В Карачаево-Черкесии все данные работы ведутся по графику, рисков по срывам запланированных работ нет. Сегодня в Карачаево-Черкесии с рабочей поездкой находится генеральный директор ПАО «Россети» Северный Кавказ Роман Левченко. В формате двухсторонней встречи стороны обсудили итоги развития электросетевого комплекса региона в 2022 году и планы на текущий год. Компания «Россети» реализует в республике сразу несколько ремонтных и инвестиционных программ. Карачаево-Черкесия в свою очередь полностью выполняет обязательства по платежам. На встрече отметили, что такой уровень взаимодействия необходимо сохранить и вместе прорабатывать новые решения по развитию электросетевого комплекса региона. Рашид Имрезов поблагодарил руководителей и команду ПАО «Россети» Северный Кавказ. А затем прошло совещание с участием главы республики и руководителя компании «Россети» Северный Кавказ. Вопросы, предложения и перспективы развития электросетевого комплекса Карачаева-Черкесии стали основанием для рабочей встречи. Альбина Ламкова подробнее. Оценивая работу энергетиков в республике, глава Карачаева-Черкесии подчеркнул положительную динамику. Об этом говорят основные показатели в обеспечении надежности энергоснабжения. Проводится эта работа совместно с местными представителями власти, так как становление промышленного производства, туристического потенциала и инвестиционного климата в нашей республике во многом зависит от качественного надежного энергоснабжения, отметил Рашид Темрезов. Развитие инвестиционного проекта по замене ветхих сетей продолжается. В последние годы удалось все-таки и наладить основной параметр наших взаимоотношений – это платежную дисциплину. И по вашей информации, и по нашей информации сегодня мы одни из передовиков. Могу сказать, это касается не только платежей за электричество, это касается и платежей у нас и за газ, и за все другие виды коммунальных услуг. Несмотря на те или иные изменения в стране, работа ведется по подписанному протоколу. Заключили его почти три года назад. Еще есть ряд вопросов в южной подстанции, отметила руководитель региона. Решение поставленных задач требует совместной работы. Практически осенне-зимний период подошел к концу. Был он стабильным, без каких-то глобальных аварийных ситуаций, сказал руководитель компании «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. Платежная дисциплина на территории Карачаева, Черкесской республики, она на сегодняшний день самая лучшая в регионе. Мы прошлый год закончили, и по группе населения оплата составила 100% за потребленную электроэнергию. То есть, как бы вообще основные группы потребителей – это, соответственно, промышленные предприятия, прочие потребители, ну-то, скажем так, и предприниматели. То есть, как бы все платят на достаточно высоком уровне. Даже говоря о такой проблемной отрасли на Северном Кавказе, как ЖКХ, динамика положительна. Процент оплаты улучшается с каждым годом, отметила Роман Левченко. Еще сказал, что за два месяца работы уровень оплаты за электроэнергию увеличился в Карачаево-Черкесии на 5%. Проинформировал о ведении работ в реализации программы снижения потерь. Продолжается установление приборов учета в соответствии с действующим законодательством. Меняют провода. В этом году по этому направлению работа будет проводиться в Малокорчаевском районе. Еще планируют организовать в республике энергосервисный контракт. Глава региона озвучил и важную социальную инициативу. Предложил разработать совместную программу по льготам на услуги в сфере электросетевого комплекса для членов семей военнослужащих из республики, выполняющих задачи в зоне СФО. В ответ Роман Левченко сказал о необходимости в создании совместной рабочей группы. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Весик, Карачаево-Черкесия. Несмотря на то, что на календаре весна, зима никак не желает уступать свои права. Минувшая ночь у жителей нескольких домов города Черкеска по улицам Красноармейской и Кооперативной разбудили странный треск и крохот от падения чего-то тяжелого. Это из-за сильного ветра и снегопада не устояло большое дерево. Его ствол и ветки повредили два автомобиля. Хорошо, что обошлось без человеческих жертв. К этому часу представители управляющей компании очистили двор, убрав упавшее дерево. Степень причиненного автомобилистам ущерба определяет эксперт. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии в горах местами небольшой снег. Ветер западный с переходом днем на восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 8 градусов мороза в горах минус 8-13. Днем до 8 тепла и местами минус 4 плюс 1. На дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный с переходом днем на восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, днем до 8 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 29 марта по 2 апреля. Дом предпринимателя, город Черкесск, улица Горького, 8. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Черкесские под председательством заместителя председателя правительства Карачаева Черкесии Ирины Гербековой прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического развития КЧР, а также внесения изменений в закон о занятости населения Российской Федерации. Перед началом обсуждения состоялась торжественная церемония вручения наград «Орден за выдающиеся достижения». Получил заместитель председателя правительства Республики Дженебек Сувинов. Это самая престижная общественная награда от российского экономического сообщества, отмечали выступающие. Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта в Карачаево-Черкесии Мурат Гапов подробно рассказал о социально-экономическом развитии региона и о планах по развитию промышленности в республике. Бывают случаи, когда собственники ранее учтенных объектов недвижимости по каким-то причинам не оформляют права на них. В Управлении Росреестра по Карачаево-Черкесии журналистам провели статистику и рассказали о порядке документального подтверждения владения имуществом. В нюансах разбирался корреспондент Артур Мхце. Известно, что с 1 марта текущего года в России изменился порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Теперь получить эти данные невозможно без согласия самого человека. С одной стороны, дополнительная защита персональной информации. С другой, создание некоторых трудностей для организации работы ряда ведомств. В частности, региональное управление Росреестра для систематизации данных о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости проводит совместно с муниципалитетами огромный объем работы. Это и обращение в архивы, и поиск самих граждан, у которых на руках должен быть определенный перечень документов. Будьте более сознательными, излишней волокиты, возможно, было бы куда меньше. Эти права, к сожалению, до нас еще не дошли. То есть люди зарегистрировали свои права, у них есть документы, старое свидетельство, регистрационное удостоверение, но эти документы, эти сведения к нам не поступили. То есть люди к нам не пришли. С учетом того, что этих сведений у нас нет, мы сейчас проводим работу по выявлению правообладателя вот этих объектов недвижимости. Представители ведомства рассказали журналистам о порядке регистрации договоров долевого участия и предоставлении необходимых сведений для единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, репортерам сообщили о ряде других не менее важных деталей, которые должны знать граждане. В частности, об использовании экскроу-счетов и установлении публичного сервитута. После заключения договора долевого участия, регистрации его в Едином государственном реестре недвижимости, дольщик открывает специальный счет, на котором блокируются его денежные средства до окончания строительства. И СКРУ-агент, то есть банк, после окончания строительства перечисляет эти деньги застройщику. Что это дает дольщику? В первую очередь, защиту его финансов от неприятных сюрпризов. Он либо получит готовое жилье, либо вернет назад деньги, даже в том случае, если застройщик окажется не способен выполнить обязательства. Другое дело, что эскроу-счет относительно новый для России продукт. И пока далеко не все банки с ним работают. Кроме того, строительная компания не может использовать средства дольщика на текущие нужды. А значит, вынуждена брать кредиты под проценты, что в конечном итоге непременно скажется на цене жилья. Впрочем, как говорят эксперты, в нашей республике проблем в этом направлении пока нет. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести, Карачао, Черкесия. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамукова и представителям творческой интеллигенции представилась возможность принять участие в литературно-музыкальном вечере. Он был посвящен столетнему юбилею со дня рождения уникального человека, поэта из Дагестана Расула Гамзатова. Альбина Ламкова продолжит тему. История написания строк в бессмертной песне «Журавли» уникальна, как, впрочем, и всё творчество поэта Расула Гамзатова. Каждое слово находит отклик в сердце. В этот вечер музыкальная композиция прозвучала не раз, причём на всех языках нашей республики. «Не фини его, фини дорогу, и коня не торопись менять». Необыкновенно проникновенная поэзия и музыкальные номера на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова, слова которых знают все поклонники и ценители его творчества, стали лишь малой частью насыщенной программы о нём. Он воспевал героев своего времени, возвращал из небытия, доказывая, что можно жить и в этом мире так, чтобы не было стыдно за свои дела и поступки. Своим жизненным примером показал всем, как много может достичь один человек, орудие которого – поэтическое слово. На вечере делились личными воспоминаниями о нём. Он сказал так, знаете, мой отец, поэт Гамзатца Даса, он протоптал свою тропинку у нас в горах, в нашем ауле. И собирал, всегда шёл по этой тропинке и собирал цветы. Он собирал их в один букет. Я решил пройтись по этой тропинке. И когда я пошёл по этой тропинке отца, меня остановил мудрый старик и сказал мне, это тропинка твоего отца. Ты протоптай свою тропинку, собирай свои цветы и делай свой букет. Узнав, что мы первокурсец, он нам вот это посоветовал. И она всё же это запомнила. Дагестан прошёл по моей судьбе, говорит Зарима Карданова. Там она училась в Государственном университете. За эти годы неоднократно видела Расула Гамзатова. Аксакал Кавказа, говорит о нём Зарима Нурбиевна, вспоминая его как уникального человека. Того, который через свою перо и свои стихи показал всему миру не только свой маленький народ, но и весь Дагестан и Кавказ. Именно в эти рисулики ценят его книгу «Мой Дагестан». Мы в тот раз привезли и очень много книг здесь раздали, подарили. На этот раз мы дали заказ и печать. Так что эти книги тоже мы приведём и подарили библиотеку. Литературно-музыкальный вечер непременно запомнится всем его участникам, оставив в памяти приятные впечатления о творчестве уникальной личности. Современникам и потомкам нужны ещё долгие годы, чтобы осмыслить и оценить это бесценное наследие. Ещё одним из воспоминаний этого вечера станет дерево. Его посадили на территории национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Привезли дерево из Дагестана. Родины классика Расула Гамзатова. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибуков. Вести Корчаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Заполярный вальс». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин